Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Депляшина. Снова у нас черное небо, снова нечем дышать. Слышали мы много разных версий, кто виноват, что нужно делать. Большие деньги тратятся на разные экологические программы. И понятно, что и мы сами понимаем, и нам каждый раз говорят, что не нужно ждать сиюминутного эффекта. Понятно. Но вот идут годы, десятилетия, этот эффект никак не наступает. По-прежнему у нас это черное небо, такое ощущение, что стало его больше. Вот сегодня попытаемся хотя бы наметить, в какой момент что-то пошло не так. Что сейчас нам делать? Вот нам тем, которые мы здесь живем, и мы задыхаемся. Сегодня поговорим об этом с гостем в студии Сергеем Михайлютой. Колог, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, тему сильнее пиарят или реально воздух стал хуже? Вот если сравнивать, ну, 10 лет назад, например. Ну, воздух по каким-то показателям стал лучше, а по каким-то показателям стал хуже. Я думаю, что в сумме больше стало знаний о том, что находится в воздухе. И, может быть, за то время люди уже поизносились настолько, что больше не могут терпеть. Устойчивость потерялась уже. А раньше мы дышали и не бесились по этому поводу. Да, и не бесились. Может быть, мы лучше питались. Может быть, была другая идеология в стране. Как-то люди, может быть, психоэмоциональный состояние людей было другое. А сейчас, когда у людей выворачивают карманы жуткими тарифами, когда, как говорится, все, цены растут, и перманентно грязный воздух и здоровье, которое люди теряют, находясь в такой неблагоприятной обстановке, это на подсознательном уровне уже нагнетает вот эту напряженность и недовольство людей. Слушайте, но это же научно доказанный факт, что вызывает некую подавленность, вот такой, когда в вонючем пространстве человек. Вызывает. И даже те, кто раньше говорили, ну, грязный, грязный, и черт с ним, сейчас начинают уже более серьезно к этому относиться. Но все равно люди не готовы бороться за чистый воздух против грязного воздуха, потому что просто не хотят бороться и устали уже. Каждый раз вот эта забота государства упирается в экономическую целесообразность. Вот как, например, произошло, очень яркий пример, как это произошло с громкими заявлениями о переводе частного сектора на электричество, там, газ и так далее. А потом как-то раз, раз, раз и свернулась эта программа, потому что не смогли субсидировать вот это наше дорогое электричество. И, ну, вот и все. Ну, здесь же абсолютно понятно. Смотрите, если мы возьмем теплоэнергетический комплекс нашего города, да, допустим, крупный ТЭЦ, это коммерческие предприятия, которые продают услугу, изготавливают продукт в виде тепла и получают за это прибыль. Они зарабатывают деньги. Ну, вот угольная лобби виновата или высокая цена на электричество? Они зарабатывают деньги. И эти деньги они должны тратить на то, чтобы очищать выбросы, делать сети, чтобы это все работало. А когда вы населению предлагаете экологизироваться, это не коммерческие предприятия, это те люди, которые работают в экономике, ходят каждый день на работу, платят налоги, а вы с них хотите, чтобы они еще начали что-то тратить, деньги. И понятно, те, кто зарабатывает деньги на электричество, а с чем мы должны тариф делать ниже? Зачем? То есть они потеряют тогда деньги, а выгода, и они прекрасно понимают, что ни экологической, ни экономической выгоды существенной от газификации или электрификации частного сектора не будет, потому что сжигать... Как их же обвиняют главные законодатели? Ну, сравните, сжигать почти в холодной зиме до 8 миллионов тонн угля в год на крупных станциях или маленькую, несоизмеримое, меньшее количество в частном секторе и только... Ну, то есть это пиар такой? Это, да. А как так, что они сначала обещали, а потом выяснилось, что... Ну, посчитали, решили, что невыгодно для них это. А можно так сначала считать, а потом... Ну, они же каждый раз считают и смотрят, они борются. Кто-то говорит, а давайте так сделаем, говорит, нет, давайте так не будем делать. Потом, они же хотели бездумный уголь добавить, да, оказалось, что выгоднее продавать, он довольно дорогой в производстве, хотя это превосходный, уникальный продукт, экологичный, и, в принципе, его стоило бы и использовать. Но оказалось, что, опять же, экономика побеждает, и этот уголь куда-то будет продаваться в другое место, но не здесь. Как сделать чистый воздух? Вот какой главный компонент, какой этот пятый элемент, пресловутый которого не хватает? Это политическая воля, я подозреваю? Смотрите, а что такое политическая воля? Политическая воля – это согласие или несогласие граждан с теми условиями, которых на данной территории предоставляют органы власти и те депутаты, и те, кто их интересы представляет во всех слоях власти. Если население не спрашивает своих, мы уже много раз с вами об этом говорили, о том, что если не будет стойкого запроса на это, а с населением играет как с ребенком. Ребенок начинает что-то кричать, переключает внимание на другое. Нетро. Да, и забыл, что ты там дышишь непонятно чем. На самом деле вопросы, как предложение, стоило бы задать тем службам, которые отвечают за чистоту воздуха. Вот совсем недавно была новость о том, что прокуратура выиграла иск против ТГК-13 и установила нарушение природоохранного законодательства. При этом сразу же ТГК-13 в комментариях из ГК говорит, а нам все Росприроднадзор и Роспотребнадзор все согласовал. Но если они им все согласовали, давайте получим комментарии от них. Все ответчики получаются. Почему столько лет эта ситуация длилась, и только сейчас прокуратура что-то выяснила, и выяснилось, что есть природоохранные правонарушения. А вот смотрите, есть ли какая-то судебная практика, ну вот так навскидку не помню и не нашла, когда человек, ну вот вред здоровью же... Таких судебных практик много. Это раньше довольно часто, как это называется, Европейский суд по правам человека выносил решение в пользу истцов, которые заявляли по загрязнению воздуха. И это известные все дела. Это в прошлом. Это в прошлом, да. Сейчас мы видим, что надзорные органы стали лучше работать. Но если у населения не будет постоянного спроса и постоянного тормошения органов, я думаю, что пусть скажут, что им мешает, чтобы воздух становился чище. Вот смотрите, Красноярск Небо показывает, что очень много мелкодисперсной пыли, да, там ПМ-2,5. А инвентаризации выбросов по ПМ-2,5 промпредприятий до сих пор нет. Во всем мире есть. А в Красноярске... Кто блокирует, что мешает? Кто блокирует, это промышленное лобби, которое интегрировано, я предполагаю, что оно интегрировано в органы власти, в научно-технические советы, и такие примеры есть. И они начинают проталкивать, свидетельствовать. Вот буквально вчера было заседание научно-технического совета Росприроднадзора РФ, членом которого я являюсь. И там один из, скажем так, интегрированных членов предлагал внести изменения в федеральный закон об охране окружающей среды в части изменения формулировок и других параметров, которые бы позволили целым секторам промышленной деятельности, которые загрязняют воздух, воду и все, уйти из платежей, уйти вообще из классификации как объектов негативного воздействия. Они предлагают даже назвать их объект подлежащий регулированию и не подлежащий. Но, слава богу, Светлана Родионова моментально пресекла эту интервенцию жесткую. Ну, а вот, Сергей, а какие самые, много же всяких программ, да? Какие самые эффективные? Вот отчего был самый большой эффект за последние 20 лет? Потому что вот так вот громко кричат, я бы сказала, об экологии. У нас лет 20, ну, в нулевых. Потому что в 90-е, вы, наверное, знаете, ваш коллега Николай Зубов, ну, как-то его не очень слушали, я помню. Люди были заняты совсем другими вещами, больше политикой. Сейчас эти темы сплелись. Смотрите, на самом деле, довольно мощный результат был, когда вообще выстраивалась система мониторинга атмосферного воздуха. Работы и исследования, которые проводились на территории еще Советского Союза, там, в 80-е годы, они как раз были направлены на то, чтобы приструнить промпредприятие и создать отрасли промышленности, которые будут создавать системы очистки выбросов и регулировать это все. После этого, когда это все начало переходить в частные руки, и собственник считает, ему либо яхту по длине построить, либо за счет своей прибыли модернизировать предприятие или ставить очистные установки. И понятно, что это идет не в пользу населения, а в пользу экономических интересов конкретных собственников. Ну, это все неприятно, конечно, но скоро выборы. Можем ли мы, избиратели, вот все время нам этой экологической повесткой, как говорится, машут на каждых выборах все более активно. Можем ли мы, избиратели, хоть один раз с пользой для себя эту карту разыграть? Ну, если будут представители, скажем так, те депутаты, которые идут от районов города еще откуда-то придерживаться этой повестки и добиваться, и смотреть, и должен быть... Ну, смотрите, даже вот простой пример. Совершенно недавно, вот буквально, было заседание общественного совета при Министерстве экологии, где члены профильных групп, которые занимаются воздухом, отходами, запросили у Министерства материалы сводных расчетов, предельно допустимых выбросов по промпредприятиям городов, в которых неблагоприятная обстановка по загрязнению воздуха и остальных. Им было в жесткой форме вообще необоснованно отказано. Это со стороны, там, за подписью замминистра природных ресурсов и экологии Красноярского края. И стоило бы его спросить, то есть, он на чьей стороне вообще и чьи интересы они опять защищают? Потому что там по формулировкам было написано, что они опять хотят прикрывать промышленников. Абсолютно необоснованно. Но скрытие информации или ограничение к ней доступа приводит к тому, что воздух дальше будет продолжаться, оставаться грязным. Потому что когда они между собой там что-то решают, и это ни на экспертное сообщество не отдается, ни на общественность, и получается так, что они выступают вообще говоря не как... Но подождите, если воздух будет чистый, деньги на борьбу с грязным воздухом не будут... На самом деле это не так. Так, если, скажем так, заставить собственников крупных промпредприятий очищать выбросы, это сразу же потребует строительства новых предприятий, разработки новых устройств, создания рабочих мест. То есть эти деньги все пойдут в экономику. Последняя история с СГК, с нарушениями. Чем закончится? Ну, сейчас будет обжалование этого решения, и я не знаю, кто выиграет. Если у надзорных органов хватит настойчивости, терпения и сил, потому что вот эта ситуация, которая произошла, это вообще прецедент в России. Потому что такого никто вообще не ожидал. И, слава богу, как говорится, иск был удовлетворен. Если сейчас надзорные органы под контролем прокуратуры будут выполнять то, что они должны выполнять, были еще 10 лет назад, 5, и в прошлом году, собственно говоря, свои уставные обязанности, то все будет лучше и лучше становиться. Я хотелось бы в это верить. Когда черная еба-то у нас закончится? У вас есть какая-то свежая информация? Ну, видите, мы думали с вами, что оно 10 лет назад закончится. Помните, мы еще там сидели здесь так же в той или другой студии, говорили, что ну 2-3 года, и все, это создавался экологический штаб, экологические харти, и все. Но мы видим, что это такое своеобразное фарисейство в экологии, где людям обещают, а ничего не делают. Потому что, а зачем вам чистый воздух? Хорошо жить захотели, что ли? Захотели. Захотели. Мы хотим хорошо жить. Ну что ж, спасибо большое. Посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, неприятно очень сейчас дышать на улице. Напоминаю, что в Краснодарске продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий, так называемое «черное небо». Эколог Сергей Михайлюта был сегодня гостем программы «После новостей». Спасибо большое за ваш комментарий. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин